Меня зовут Рик Реннер. Пришло время заправиться. Сегодня 29 августа. Я учусь в своей книге «Драгоценные истины» из греческого языка. Наша тема сегодня — «Вы епископ своего сердца». Наш стих сегодня, послание к евреям, 12-15. «Наблюдайте усердно, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Этот стих говорит о горьком корне, об осквернении. Но вначале мы видим призыв «наблюдать усердно». Эта фраза «наблюдать усердно» является переводом греческого слова «епископос». От него произошло слово «епископ» или «епископальная церковь». «Епископос» — «эпи» значит «над», а «скопос» значит «смотреть». Слово «скопос» означает «смотреть усердно». От него произошли такие слова, как «микроскоп» и «телескоп». «Смотреть» и «смотреть усердно». Присоединив «скопос» к слову «эпи», мы получаем слово, которое значит «наблюдать», «надзирать», «присматривать», «управлять», как управляет директор. Чаще всего это слово переводится как «епископ». Задумайтесь, кто такой «епископ» и что он делает? «Епископ» руководит церковью. Его работа заключается в том, чтобы управлять делами церкви, обеспечивать духовное руководство церкви. Если в церкви происходит что-то плохое, он не сможет обвинить в этом кого-то другого, потому что он епископ, и этим всё сказано. Он отвечает за руководство, и он не может винить других. Даже если проблемы создал кто-то другой, он, как епископ, должен их предотвратить. Но почему это слово «епископос» используется в контексте данного стиха? Потому что в этом стихе идёт речь о горьком корне, о непрощении, о сквернении. Когда с нами происходит что-то плохое, нам так хочется сказать, это их вина, это они виноваты. И в нашем сердце начинает расти корень горечи. Корень по-гречески «ридза». Это слово описывает нечто сокрытое в глубине. «Горечь» — по-гречески «пикрия». Оно описывает нечто настолько грязное, что вызывает на лице пренебрежительное выражение. И не только эта горечь заставляет нас говорить грязные слова, которыми мы оскверняем других людей. Автор послания к евреям использует слово «епископос», наблюдая усердно, что значит, вместо того, чтобы винить других в своём состоянии, «епископос», вы должны признать, что вы — епископ своего сердца. И не важно, что сделал другой человек, ведь это ваше сердце. Впустить обиду было вашим решением. Вы могли прогнать эту обиду. Это ваше сердце. Вы — единственный человек, который мог впустить обиду в своё сердце или прогнать её. Вы могли бы сказать «нет» — непрощению. В вашем сердце никогда не будет порядка до тех пор, пока вы не сознаете, что вы — епископ своего сердца. Вы отвечаете за то, что попадает в ваше сердце. Никто другой не отвечает за то, что вы допускаете в своё сердце. Это ваше сердце. И вы должны быть в нём епископом и отвечать за всё, происходящее в вашем сердце. Вы — епископ своего сердца. И если вам трудно, попросите Святого Духа помочь вам. И Он поможет вам. Но ситуация не улучшится, если вы начнёте обвинять других. Будет лучше, если вы скажете «Дух Святой». У меня в сердце проблемы. Я допустил в него то, что мне не следовало допускать. Это моё сердце. И я за него отвечаю. И мне всё равно, что сделали они. Речь идёт обо мне. Очисти меня. Измени меня. И помоги мне больше не допускать это в своё сердце. Я буду епископом своего сердца. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин